Образование, ресурс более ценный, чем природные ископаемые, скажет любой эксперт. Сегодня хорошее образование – фактор успешной карьеры и стабильной жизни. 90% казахстанских родителей хотят, чтобы их дети получили высшее образование в любом случае, даже если после вуза они не будут работать по специальности. О культе знаний и конкурентоспособности нашей страны давайте говорить сегодня на телеканале Хабар. Я Майя Викбаева. Здравствуйте! Мы начинаем. Мир стремительно меняется. Многие профессии и навыки, кажущиеся важными сегодня, буквально завтра, могут попросту исчезнуть. Каждый из нас, желая оставаться в стабильном пространстве, должен бежать вперед. Качественные, глубокие системные знания – необходимое условие для достойного будущего. А их может дать только хорошая система образования. Об этом и пойдет сегодняшний разговор, уважаемые спикеры. Давайте попытаемся разобраться, чем нынешняя система образования отличается от той, что была в недавнем прошлом. Ну, прежде всего, нужно говорить о том, что прошлая система образования, она, ни в коем случае нельзя ее, как говорится, принижать ее достоинства и ее ценностей. Это была система образования, которая нацелена была на решение каких-то стандартных задач того времени. А сейчас обновленное содержание, новое образование подразумевает немного другие цели. Вместе с сознаниями человек должен получать функциональные навыки. А в чем разница? Мне кажется, в первую очередь в роли учителя. Если раньше учитель – это был абсолютный непререкаемый авторитет, то сегодня его роль изменилась. Он только направляет ученика и выступает как модератор. Ни в коем случае. Нет, я ошибаюсь. Ни в коем случае. Главным человеком в школе, будь это колледж, вуз, неважно, остается педагог. Понимаете, у меня лично возникает ощущение, что реформы в образовании происходят каждый год. Мы сначала учим детей одному. То есть говорим о том, что нужно заучивать, учим их заучивать, готовим к ЕНТ. Сегодня мы понимаем, что эта позиция не совсем нормальная. Я согласен, что система образования – это и есть самая такая уязвимая система, которая именно отвечает на запросы именно глобализации. А глобальный мир у нас меняется практически ежесекундно. Поэтому это нормально, что именно… Я согласен, но нынешняя система образования, она должна быть пластичной. Она должна тонко реагировать на все, на буквально все изменения. В науке изменения буквально происходят ежечасно. Мировая глобальная наука не стоит на месте, к счастью. И к счастью мы, наконец, повернулись лицом к этим целям. А кто считает по-другому? Кто считает, что система образования должна быть стабильной, четкой и не должна так часто подвергаться реформам? Есть такие? Владимир Николаевич? Я хотел бы сказать, прежде всего, что говоря о премиум-системе образования, мы же все, ну многие из нас помнят советскую систему образования, ее успехи, которые были безусловно. Порой мне кажется, что нам повезло, что мы учились вот в такое стабильное время. Сегодняшние наши дети, пятый класс учатся так, в шестом учатся совершенно по-другому. А что с ними будет происходить седьмого, вообще неведомо. И как раз результаты того образования были результатами развития страны. С другой стороны, ведь в традиционной системе образования они были пассивные получатели знаний. Понимаете, сейчас реформы, они как раз дают возможность сделать критическое мышление в основе детей, где они начнут творчески мыслить, креативно мыслить. А советская система все-таки, она уже изжила себя. И это уже понятно, и это мы уже отходим от нее. Надо подчеркнуть, потому что дело в том, что именно... Совершенно правильно, с уходом системы изжила, как бы, так сказать. Потому что сама система развалилась по большому счету, понимаете? А там фундаментальные знания были и там, и советская школа остается в некоторых фундаментальных сферах. А почему нельзя, допустим, просто было из прошлой системы образования, из учебников, убрать вот эту коммунистическую всю часть, вот эту идеологию, и просто реформировать то, что мы имели, и сохранить все-таки основную модель. Я дократно пытаюсь же, но пытались обрывчато. И традиционная система так просто не может изжить себя. Ее нужно все-таки... Она вот остается, и какие-то мелкие реформаторские движения, они не дают какого-то точного результата. И вот на сегодняшний день, если реформировать, вот как сегодня говорит министр образования, вот это как раз бы дало именно в корне реформировать и изменить систему вообще, вот создав ее на европейском форме. Но с другой стороны, это было бы именно как раз-таки в таком случае конфликты именно поколений. Потому что у нас сейчас на сегодняшний день, это постепенный переход, только постепенный переход, принципиальная позиция должна быть. И у нас государственная именно позиция именно со стороны центральных исполнителей органов. Конечно, постепенный переход, но не переходить уже невозможно. Конечно, да. Но с другой стороны, есть те моменты, которых мы должны обязаны оставить. Обязаны, потому что у нас, например, скажите, по этнографии или же по другим гуманитарным наукам, есть, которые системно заложены исторические основы. Мы этой фундаментной не можем для наследия, мирового образовательного наследия, мы не можем эти фундаменты... Но гуманитарные науки сейчас минимизировали, к сожалению. Да, но к сожалению это... А как вы прокомментируете то, что очень многие педагоги сами жалуются, что они учат, как правило, людей и учеников именно готовят к ЕНТ, а не к реальной жизни? Они сами жалуются и говорят, мы занимаемся и готовим учеников к ЕНТ, но не к реальной жизни. Вот здесь вот... Завтра они выходят с этого экзамена и тут же забывают всю эту информацию. Здесь вот нужно вспомнить о том, что реформы коснулись и системы ЕНТ, во-первых. Но само обновленное содержание, оно как раз таки... И оно... Давайте начнем с того, что оно началось внедряться только в прошлом году. То есть о каких-то итогах говорить еще двое, как далеко. Еще рано, очень рано. Это, как говорится, результаты, они отложены. Да, конечно, согласны. Да, они будут отложены. Сопоставляем. И если старая система, скорее всего, да, я согласен, она была скорее просто ориентирована на то, чтобы успешно сдать ЕНТ, и люди, как говорится, ориентировали своих детей и учеников на это, то сейчас ситуация кардинально меняется. Сама система ЕНТ, она с этого года поменялась, она разделена. Сама система образования направлена на развитие критического мышления, да, в первую очередь? Ну, критическое мышление, это в комплексе. Это всего лишь один небольшой навык, который в том числе должна дать школа ребенку. Спасибо. Да, Айдар Махметов, как вы видите эту ситуацию? Я думаю, что в целом сейчас у нас идет процесс, мы находимся в процессе так называемого переходного периода. То есть у нас идет такая болезнь роста, да, реформы, они правильные в образовании, просто нужно какое-то время, чтобы перейти от старой патриархально-пассивной системы, которую получали. В целом фундаментальные знания, которые были при Советском Союзе, получали все мы, как мы все же помним, они были очень хорошие, да. Но сейчас процессы все убыстрелись, и знания устаревают буквально. Сегодня что-то было новое, завтра, когда каждые два года они устаревают. И здесь на первый план выходят именно изменения, наверное, может, я буду громко сказан, но какие-то ментальные изменения тоже должны быть, потому что есть в бизнесе и в науке есть так называемые кейсы. И вот на своем примере я могу рассказать, я очень долго время провел в Германии, закончил магистратуру, докторантуру там, и дети мои тоже даже в садик ходили там. И у них прививается самостоятельность, начиная с садика. То есть если человеку это нужно, он должен это сам до этого дойти, сам через это пропустить, пройти. У нас как, что мы наблюдаем в университете? Преподходят за студентами в конце каждого семестра и говорят, «Ребята, вот скоро семетр закончится, почистите хвосты». И там есть у нас такой предмет, такая оценка называется «А, так сойдет». Она равняется 2,97 или 98,00. Но в УСАТ они уже приходят с формированными личностями, и они там сами принимают решение, нужно им учиться или нет. Вот поэтому я говорю, что в той же немецкой системе прививается самостоятельность с садика, они подносят ее через школу и уже выходят в университет. И в университете, когда я, например, в 2000 году попал, я первые свои предметы завалил просто из-за того, что за мной никто не бегал, и мне нужно было самому принимать решение, знаю или не знаю. У нас есть сюжет о международном опыте, давайте посмотрим. Внимание на экран. В системе образования в Южной Корее уделяется пристальное внимание со стороны государства. До 6 лет ребенку позволяется очень многое. Затем потакание сменяется жестким воспитанием, ориентированным на уважение к старшим. Малейшее неповиновение к преподавателю строго наказывается. В детях воспитывают выносливость и усидчивость, потому как нагрузка в школьном возрасте возрастает до 14 часов в день. Передовой системой образования в мире принято считать финскую, но по сравнению с южнокорейской она предоставляет ребенку полную свободу. Ученики не сдают экзаменов, им не ставят оценок, не сдают на дом, они не отвечают у доски. Школьники могут даже не сидеть за партами, они играют и ходят во время уроков, и могут прийти на занятия хоть в пижаме, так как школьная форма также отсутствует. Две успешные модели мировых признанных систем образования. Это японская, южнокорейская, где очень строго, что, наверное, по менталитету нам ближе, и финская, где, наоборот, максимальная свобода и демократия. Вот нам что ближе? Я могу сказать, еще раз возвращаюсь вообще к системе образования. Если сейчас следовать запросам экономики, то надо готовить инженеров, и готовить тех людей, которые должны успевать за той информацией, которая есть. При этом мы тогда останемся людьми, которые вообще не знают литературу, не знают Бетховена, не знают балет и так далее. То есть готовить просто физиков. Если мы говорили раньше, физик-лирик идет, тем не менее при той системе высшее образование готовило одновременно и физиков, и лириков вместе. Уважаемый профессор правильно заметил? То есть широко образованный человек. И сегодня, если только сейчас говорить о том, что надо готовить только физиков, мы потеряем значительную часть своих детей и молодежи. На самом деле ничего такого абсолютного сейчас в школе и даже и не планируется. Обучать только математико-физиков или наоборот. Спектр широк. Все тот же спектр. Гуманитарное направление, естественно-научное направление. Это все, оно все существует. Мало того, оно развивается. Развивается во все стороны. Надо, чтобы ребенок получал как раз одновременно, так сказать, и гуманитарие, так сказать, и науку. Ролан, может быть, вы отметите мне на вопрос, по какой модели нам двигаться, куда мы идем? Ну, у нас, давайте, если уж по факту говорить, у нас собственная модель. Она отошла от той, закостенела, скажем так. Ну, давайте уже говорить прямо. Она устарела. Та модель устарела. Она отслужила добрую службу всем нам. Мы, в конце концов, я, по крайней мере, вот и люди старшего поколения, получили образование то, советское. И благодарны ему. Но сейчас останавливаться... Мы сейчас, вот даже я, вынужден продолжать образование свое. Я продолжаю либо это делать в рамках, ну, не конкретно я, но, например, в рамках магистратуры, докторантуры. На сегодняшний день мы, вы говорите, собственная модель. Но, к сожалению, мы эту собственную модель не видим. Мы видим тех людей, которые, старшие поколения, наше поколение, которые страдают еще по той фундаментальным знаниям, и тех людей, которые именно по велению времени, именно по запросу глобализации, которые по требованию именно необходимости, конкурентоспособности на рынке труда, которые именно диктуют условия, чтобы на профессиональную именно ориентацию усилить. Узкую ориентацию. Да. Вот действительно, общество сегодня разделяется на два противоборствующих лагеря, которые одни хотят преобразования, другие считают, что нам нужно держаться за прежнюю модель. Ну, глобализацию придумал не МОН. Глобализация – это общий мировой тренд, и все процессы… Вот это самое реактивное должно быть на сегодняшний день. Вот как раз Министерство образования науки обвиняется в том, что оно ускоренным темпами движется вперед. Наоборот. Мир меняется. Вот вы говорите, вам мобильности не хватает. Какая мобильность, если у нас график переводок? В том-то и дело, мобильность, получается, у них реформирование. В соответствии с модернизацией, реформирование, и модернизация – это две глобальные другие именно термины. Мы теперь сейчас… Что делает Министерство? Министерство теперь необоснованно, без расчета, берет и без адаптации прямо подсовывает в УЗИ, СУЗИ все свои методологии, самые главные. Ладно, другое дело, что в действительности вот в стратегическом направлении мы по-другому уходим. Сейчас законопроект в парламенте лежит, который дает абсолютно, скажем так… Свободу, автономность университета. Да, академическую, управленческую, пожалуйста. А кадры готовы? Есть университетские руководители, которые могут именно вот эту систему теперь внедрить точь-в-точь, не без никаких ошибок? Мы создали свою национальную, вот связанную с национальной идентичностью, образование. Поэтому мы апеллируем то к финской, то к корейской. А между тем у нас сейчас степная цивилизация. Это мощные традиции, мощная духовность, мощная культура, воспитание, какой генофонд народа. С учетом всего этого необходимо нам работать в сфере образования над созданием своего национального оттенка в области образования. Спасибо. Очень интересный феномен, такая некая амбивалентность, внутренние противоречия. Мы все критикуем, вроде наше образование, оно вроде и здесь нуждается, и там нуждается в улучшениях. Но при этом у нас есть замечательная программа «Президентская Балашах», которая существует уже 20 лет. Я, честно говоря, считаю, это одно из лучших вообще государственных программ и нашей независимости, и нашего президента. И большинство учеников, вернее студентов по программе «Балашах», большинство из них учатся успешно и учатся не хуже тех своих сокурсников в тех странах обучения, где они обучаются. Это лучшие университеты мира при этом, да? То есть, с одной стороны, вроде образования как бы не хватает, этот уровень, мы его критикуем, с другой стороны, наши студенты на протяжении уже 20 лет находятся в топе. Но как раз таки они все равно учились-то по старой системе образования. Мы как раз сейчас думаем о том, что вот эти... Не совсем, не совсем. Уже есть новое поколение, новое уже, оно учится... Это люди независимости, они родились после независимости, и они уехали по Балашаку именно уже в годы независимости. Они получили образование уже в годы независимости. Нет, я говорю о том, что конкретно сегодняшние реформы образования, которые уже коренные, серьезные, глобальные, а какими потом будут выходить выпускники, вот это еще вопрос. Вот то и обидно, что серьезный подход к реформированию образования, обновлению содержания сводится к тому, что в учебнике нашли лингвистическую сказку, которая присутствовала в учебнике 2002 года еще, тогда на нее никто внимания не обратил. А это лингвистическая сказка для детей, которые интересуются, лингвистикой. Я в прошлый раз говорила, 1781 упражнений в учебнике, примерно так, по-моему, в прошлый раз эксперт говорил, это одно только, одно упражнение. Система образования – это идеологическая система, дорогие коллеги. Поэтому там вот эта одна ошибка как раз таки дается... Почему? Кто сказал, что это ошибка? Кто сказал, что это ошибка? Это сказка российского автора Петрушевской, которая давно известна. И учитель просто для того, чтобы поднять интерес учащихся... Ну вы же не знаете, как они воспримут эту сказку. Что ж мы им так не доверяем-то? Почему родители сейчас определяют, как учить ребенка, который отличается от нас? Дайте мы... Вот всего... Даже полтора месяца не прошло. Дайте ему хотя бы немножко по этим учебникам в этой системе поработать. И тогда только мы посмотрим. Тем более, что апробация-то показала хорошие результаты. В казахстанских школах начали внедрять новую систему оценивания знаний учеников. Теперь школьникам придется забыть о привычных пятерках, четверках и тройках. Не будет оценок ни в тетрадях, ни в дневниках. За проверочные работы им выставляются баллы, а по результатам текущих работ составляются рекомендации. Наша гостья Жулдес Шакирова сначала обрадовалась новой системе, но потом огорчилась. Почему, спросим у нее. Давайте послушаем Жулдес. Жулдес, проходите к нам. Здравствуйте, Жулдес. Мне интересно очень послушать, в какой школе учится ваш ребенок. В столичной. С этого года никого из родителей абсолютно не поставили в известность. Я смотрю, у ребенка нет оценок. У него там дневник чистый абсолютно. Родительского собрания как такового не было. Мы звоним классному руководителю, благо у нас там классный руководитель, такая девочка активная, говорит, все нормально. Это новая система. Теперь оценивать не будут. Мы развиваем в наших детях критическое мышление. Будем работать абсолютно по другому формату. Этот формат мы заимствовали у зарубежных стран и так далее. В общем, вот недавно было собрание, нам объяснили, что в принципе это новое, и это на благо для наших детей. Соответственно, как бы вот наши дети будут занимать определенные ниши, они будут учеными и так далее. То есть их не будут теперь каким-то образом этими оценками унижать или наоборот возвеличивать. Ну, видимо так, ему теперь оценки не нужны. То есть потерял интерес к учебе? Ну, я так думаю, что да. Почему? Потому что их, видимо, еще там уже направляют, что вы выберете себе специальность, вот уже вот, видимо, вот так вот, да? И что они вот начинают заниматься. Он, допустим, он говорит, я там буду там тем-то, тем-то, я буду себя готовить вот к этому. Гурсына. Налицо неправильное восприятие как раз тех процессов, которые, это неправильная трактовка родителей, тех процессов, которые внедряются. На самом деле, на самом деле, ни в коем случае нельзя воспринимать этого как потерю интереса к учебе. Что такое оценка? Это всегда ожидание какой-то, ну, стресс. Но и стилу, с другой стороны, для тех, кто хорошо учится. Не столько. Есть в критериальном оценке, оценивании в этой новой системе продумана и система стимулирования. Там она присутствует, еще даже более сильно стимулирует детей. А с какой целью тогда вот были отменены именно оценки? Ради чего это делалось? Оценки, они, по сути, не отменены. Те же пятерки, они в конце четверти, они получают. Они получают. Другое дело, что подход к получению этих итоговых оценок, он идет не по той нам привычной системе. Давайте, если упрощенно говорить, это обратная связь ученика с учителем. И, скажем так, учитель, он не ставит двоек и пятерок. Троек, четверок, никаких оценок не ставит. В ходе, значит, освоения материала он направляет, он выявляет слабые, сильные стороны ученика и направляет. То есть он дает направляющие задания или замечания. Обрати внимание, пожалуйста, вот на этот момент. Больше самообразование. Да. И ребенок, министерство образования и школы, так сказать, они ориентируются в своей работе на теоретические изыскания. При этом абсолютно отрицая связь между родительской общественностью, так сказать, и школой. Но почему родители не знают о том, что, так сказать, сегодня оценки не ставят? Я скажу больше. Почему школа принимает решения? Мы уже третью программу, посвященную реформам образования, здесь собираемся. И я только сегодня слышу, что такая реформа, мне кажется, все-таки реформа оценивания, это знание, это очень серьезное. Скажите, сколько минут длится один урок? Так же остается 40 минут? 40 минут. В новом? 40 минут. 40 минут. Сколько в одном классе вы сейчас оставляете учеников на одного учителя? На 40 минут? Сколько оставляете? У нас в классе, вот допустим, если на примерах, да. На селе это может быть один ученик. А теперь учитель должен на каждом, за 40 минут, по каждому предмету должен уметь критериально оценить и при этом именно подойти к каждому индивидуально. К вашему ребенку доходят руки учителя за 40 минут? Сколько у вас в классе? Знаете, я так понимаю, что они работают в команде и их делят на группы, они уже разделены на группы, детки. То есть у нас, допустим, они работают в команде и дети, вот я насколько поняла, они сами оценивают своих одноклассников, если я правильно. Вы сначала поясните, пожалуйста, почему Министерство образования не дало конкретного распоряжения школам, руководству школам, собрать родительскую обществу, нормально разъяснить, прийти на программы, разъяснить людям. У нас дана оценка учителю, родительнице нашей. Мама сказала, у нас такая активная, хорошая учительница, она, но тут же, тут же она провергла это тем, что мы, к сожалению, не услышали. Это активная и очень хорошая учительница, она с прошлого года обязана была уже доводить до сведения родителей, что на следующий год наши дети... Нет, вы, пожалуйста, не утрируйте и не переворачивайте мои слова, тут другая ситуация. Я думаю, нет, понимаете, тут должно быть по-другому. Нет, ничего я не переворачиваю, я основанно с вашими словами. Учитель, она, во-первых, мы ее в первый раз видим. Она новая учительница? Ну, я так понимаю, что это новый учитель, потому что у меня ребенок закончил четыре класса, и он сейчас перешел в пятый. Представляете, пятиклашки, они бегают с глазами по пять копеек по всей школе, они толком не знают, ну, они вот по этим кабинетам, у него первое время даже... Я открываю его дневник, мало того, что он девственно чист, да, там нет ни одной оценки, так там же и нет домашних заданий. Я вот, кстати, пронесла вот сейчас два дневника, он, оказывается, за сентябрь ребенок получал от 30 до 35 отметок, причем все пятерки. Ага. Да, как бы вот так вот, а сейчас он абсолютно у него чистый. Я говорю, почему ты не записываешь элементарно домашнее задание? Мы, мама, мы не успеваем, мы бегаем, мы ищем свой кабинет, это пятиклашки. Можно я прямо, потому что мало времени. Они покушать не успевают, абсолютно верно. Во-первых, когда, Майя, вы называли, мы перешли на критеральную систему, вы сказали, не будет получать пятерок, четверок, троек. То есть традиционная система, ваши слова по подтверждению, она изжила себя, поскольку у нас ни единица не работала, как положено, ни двойка, поскольку мы рекомендуем двойки выставлять как можно реже, особенно, допустим, по, ну, скажем, по английскому языку, чтобы не отбить мотивацию. Ну, понятно, но эта система хотя бы понятна, понимаете? Второе, второе. Она привычная и понятна. Взяли откуда-то, я просто пример приведу, не хватит времени, вырежете, а для того, чтобы родители могли понять, это идет еще, и не просто теоретические изыски, это идет еще из тех советских времен, когда грамотные, опытные и креативно настроенные учителя делали таким образом. Я работала в школе, и как классный руководитель вынуждена была пойти на урок физической культуры, поскольку мой ученик по итогам полугодия, который ходит в спортивную школу, получил 4, а ученик, который в силу своих возрастных особенностей, он был очень полный, получил 5. И когда я пошла на уроки, увидела, как учитель физкультуры проводит вот это вот то, что мы называем суммативное оценивание, да, это чисто такой срез. Вот мальчик подошел, Саша до сих пор помню, потянулся 14 раз, а другой Толя подошел, потянулся 4 раза, и по итогам вот этого среза Саша получил 4 вновь, Толя получил 5. И когда я, ну как же, нас же заставляли следить за объективностью, классный руководитель должен все это знать. Когда я подошла к нему, хорошо, я еще сдержалась во время урока, и он мне четко объяснил, он показал мне тетрадь и сказал, а я оцениваю успех. Вот почему я должен одного сравнивать с другим? У него совсем другие физические данные. Казахстанская система образования еще только должна показать себя. Для ее успешной реализации потребуются годы. Но уже сегодня понятно, что в таком важном деле, как воспитание нового поколения, необходимо учитывать знания и опыт не только ученых-теоретиков, но и педагогов со стажем, которые работают непосредственно с молодежью и знают о проблемах не понаслышке. Несмотря на то, что индустриальный век сменился веком новых технологий, в общем-то, со времен Абая и Алтенсарина призыв к образованию остается таким же актуальным. Мы должны понимать, что стремление к знаниям – это жизненная необходимость, чтобы противостоять вызовам современности и стать частью цивилизованного мира. Как этого достичь, узнаем у наших экспертов. Вот то, что вы обозначили, мир стремительно меняющийся и информационно насыщенный, настолько много информации, что за ней не уследишь, это один из основных аргументов в пользу того, что в школьном образовании нужно что-то менять, поскольку оно раньше было рассчитано на передачу информации. А теперь ее столько, что ее всю не передашь. И ученик ее не запомнит. А раньше построение учебного процесса было именно так – передал, он запомнил, показал, что он запомнил. В лучшем случае немножко применил. Это тоже один из тех показателей, что программы невозможно, как говорится, уместить в одиннадцатилетку. Да, Владимир Николаевич, есть что добавить? Да, в принципе, понятно. Я думаю, что просто мы, к сожалению, иногда нивелируем всех детей одинаково, понимаете. Есть же дети, которые не совсем воспринимают Ютуб. Есть же достаточно много детей, которые и читают, которые ходят в театр и так далее. А в целом, конечно, информационная революция, которая сегодня происходит в наших глазах, она вносит коренные изменения вообще в психику людей, так сказать. Спасибо. Хочется еще буквально каратенечко поговорить о гуманитарных кафедрах. Эти кафедры в целом направлены на развитие человеческого духа. Так. Это в целом, глобально. Это самая важная ценность. То есть эмоциональный интеллект развивается? Да, естественно, духовность – это самое основное. Поэтому сейчас у нас перед обществом стоит наиважнейшая задача – это вот как раз поднять дух народа за счет. Говоря о минимализации гуманитарных кафедр, дело в том, что сейчас их зачастую сделали все элективными курсами, кроме философии, истории, и то, и зачастую история тоже является в некоторых заведениях элективными курсами. Вот говоря о минимализации, вот это как раз-таки является и принижением, потому что это очень важно на сегодняшний день в этом глобализирующем мире, как раз когда происходят всякие радикальные социальные опасные явления, вот это как раз станет и противоречием. Сейчас это очень важно поднять, наоборот, гуманитарные науки на уровень для того, чтобы поднять и патриотический дух, и духовно-нравственное воспитание. Ведь многие философы вообще в мире говорили о том, что духовно-нравственное воспитание должно стать выше цивилизации. Сейчас они практически объединились в одной, и это очень страшно, конечно. Можно здесь добавить? У меня есть, опять же, обращаясь назад к своему немецкому опыту, мы говорим о гуманитарном образовании как о духовно-нравственном воспитании, это все верно, это все очень важно, но его можно рассматривать с точки зрения прикладного подхода. Например, в Германии еще в те времена, я в то время, когда работал, там жил, много раз видел объявления, когда в банке, в инвестиционной компании принимали людей именно с гуманитарным образованием, потому что за счет неординарного мышления нового подхода они вносили дополнительный импульс именно в работу любой организации, где они работали. То есть гуманитарное образование нам может носить и сугубо прикладный характер тоже. Сегодня принятие правильных решений во всех сферах деятельности требует обработки больших объемов информации, способности выделять главное, обобщать, делать выводы. Важно научиться грамотно структурировать мысли, идеи, факты. Кто поможет детям развить интеллект и повышать культурный уровень, а главное, какими средствами это будет достигнуто. Об этом в продолжении нашего ток-шоу. Большой запас интеллекта, культура и гибкость ума зависят от системы образования, таланта педагогов и преподавателей. И, конечно же, от качества учебного материала. О главном проводнике знаний книги в продолжении нашей программы. Давайте для начала уточним, в чем суть программы «100 новых учебников». То есть мы берем лучшие мировые образцы, переводим их на казахский язык. Безусловно, для того, чтобы, так сказать, прежде всего понять мировую культуру, так сказать, для этого переводятся книги. Для того, чтобы ученик знал историю не только своей страны, но и историю развития всего человечества, так сказать. Но вот уже в 2018 году мы уже должны начать наших студентов обучать по новым учебникам. Вот по каким критериям отбираются книги, которые будут переводиться и какие нет? 60 учебников – это казахские произведения и 40 – зарубежные произведения, которые введены в 100 книг. Здесь вот критерий один вообще при отборе книг. Так, какой? Культура любого народа определяется тем, какую он лепту внес в развитие человеческого духа. Вот образование, почему мы должны уделять внимание образованию науки, потому что именно представители, вот образованные люди, и в особенности ученые, они дают идеи. Вот за счет идеи и развивается человечество, за счет идей. При отборе учебников прежде всего необходимо ориентироваться, какой вклад вносит тайная книга в развитие человеческого духа. А они будут переводиться только для вузов? Они нет. И для школ? Конечно, и для школ. Я считаю, что вот этот, скажем так, проект 100 учебников, это на самом деле имеет одну большую задачу – дать старт поиску самых ценных знаний. Это же условно 100, ну их же не 100, великих книг, великих трудов, великих мыслителей. Это начало. Да, ученых. Это же огромное количество. Это просто тот толчок, это тот старт первый, который дан людям, людям, скажем так, сообщают, подают месседж. Ищите. Ищите, читайте. Ищите, читайте, учитесь, образовывайтесь, расширяйте свои знания. И, в задрожении, у меня еще следующий вопрос. Он касается профессиональных навыков. Вот вам кажется, как? Насколько важно, чтобы знания имели прикладное значение, чтобы учили ребенка тому, как, допустим, построить бизнес, я не знаю, заработать капитал, что-то правильно сделать, найти себя? На мой взгляд, самое главное, знание все-таки, прежде всего, капитал. Капитал, который вложен, так сказать, человеку абсолютно, так сказать. Капитал, который, в общем-то, не обанкротится. Капитал, который, так сказать, не обесценится. Нынешние поколения, подрастающие, они как раз-таки очень хорошо и трезво оценивают. И у них такое, достаточно такое спокойное, прагматичное, скажем так, отношение к деньгам. Как к инструменту, который дает возможности удовлетворить их, либо культурные, еще какие-то потребности. Типовой учебный план общего и среднего образования включена дисциплина, которая называется основа предпринимательства и бизнеса. Это в рамках обновления и содержания. Это с какого класса? 10-11 класс. 10-11 класс. Мне кажется, на этой позитивной ноте мы можем завершить сегодняшний разговор. Нужно приложить немало усилий, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Мы должны постоянно стремиться к обновлению главным образом знаний. Ведь задача будущего поколения – внести вклад в историю и культуру, сохранить достижения и, поняв, какое место определено Казахстану на мировой арене, занять его. Начнем с чтения книг и давайте говорить на телеканале Хабар. До встречи, до свидания, всего доброго.